Отличаются друг от друга. Вот почему бы не соперничать ему и не бороться за призы. Златан Ванит в наших экранах легендарный атлет, трехкратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион мира предыдущих лет. О нем отдельная история, наверняка по ходу сегодняшнего репортажа. Сергей Лагун, ну, у него лишь юниорское, настоящее. Ну, а вот и признанный лидер, блестящий, безукоризненный турок Танер Сагир. Танер Сагир выиграл чемпионат Европы перед Олимпиадой, затем блестяще выиграл Олимпиаду, затем чемпионат Европы подтвердил свои права в 2006 году, в 2005 году, простите, ну и стал чемпионом мира в 2006. Ну, а вот кто в отсутствии Танера Сагира, а Танер Сагир год пропускал вместе с Федерацией Турции, стал победителем аналогичного соревнования ровно год тому назад. Это Георг Довтян. Вот таковы титулы участников. А кто из них сильнее на сегодняшний момент? Насколько Танер Сагир против Георга Довтяна? Или все остальные восемь участников также вмешаются в этот спор? Очень, очень и очень вероятно. Потому что, судя по предварительно заявленным весам, на самом деле здесь абсолютно шанс у каждого поворотиться за медали в этой весовой категории. Потому что мужская тяжелая атлетика, в отличие от женской, к сожалению, не к сожалению, а к счастью для зрителей, конечно, гораздо более популярна. А посему здесь конкуренция гораздо сильнее в Европе. Посему и шансы в этой группе сильнейших попасть в медали есть у каждого. Мелькнули цифры мировых и европейских рекордов. Приятно отметить российскую составляющую. Олег Перепеченов стал чемпионом Европы в Тренчине. Теперь уже достаточно давно, в 2001 году. И там же установил мировой рекорд, толкнув 210 килограммов. До этой отметки никто пока ни разу не может дойти. Ну что ж, Златан Ванев, легендарный болгарин на наших экранах, представитель легендарной болгарской школы тяжелой атлетики, которая чуть-чуть немножко сбавила обороты в последнее время. Но еще совсем недавно, и в 90-х годах, Златану Ваневу равных не было. Итак, Златан Ванев, который трижды ломал локоть на помосте, один раз сделал это на чемпионате Европы в Ризе, залив кровью весь тамошний помост и был увезен на машине скорой помощи в больницу. После этого трижды так же ломал локоть в последний раз год тому назад. Приступил к тренировкам три месяца тому назад и посмотрим, что из этого вышло. Достаточно сказать, что у Златана Ванева есть еще один самый главный враг, это он сам. У него есть психологический барьер, о котором он говорил много и много раз. Он после всех вот этих вот чудовищных травм, после трижды сломанного локтя, Златан Ванев не может психологически в рывке перейти барьер в 140 килограммов. Поэтому и начинает он 137. Ну и боюсь, что на 140 килограммах свой рывок закончит, зато толкает как сумасшедший. Так было всегда раньше, так случилось в 2003 году, когда Златан Ванев так же очень долго отдыхал, пропускал, пропустил всех. Ну а потом вышел и заключительным последним шестым подходом обыграл всех и стал чемпионом Европы в последний раз. Насколько подобное удастся Златану Ваневу, конечно же, и насколько удастся ему сегодня здесь перед французской публикой побить этот психологический боец, в 140 килограммов, это главный вопрос. Смотрите, 137, зафиксировал, зафиксировал спокойно. Этот подход крайне важен Златану Ваневу. 140 килограммов на штанге. Все самые 140, о психологическом барьере я вам говорил, для Златана Ванева. Все остальные отказались от этого веса, только Златан Ванев против 140 килограммовой штанги. Конечно же, трижды ломать локоть, после этого большинство атлетов заканчивают. Ну а Златан Ванев, видите, в строю и может быть доволен. Два к одному. Все-таки сидящий судья Анфас прямо напротив Златана Ванева по центру не засчитал этот подход, но два остальные засчитывают. 140, рубеж 140 килограммов. Златан Ванев прошел. Пойдет ли он дальше? Еще раз говорю, что традиционно болгарин раньше всех начинает, затем очень-очень долго ждет всех остальных, для того, чтобы потом продемонстрировать свою феноменальную силу во втором движении. Насколько в возрасте 34 года эта сила у Златана Ванева осталась, посмотрим. Предыдущие рекорды феноменальны. Златана Ванева, три победы на чемпионатах мира в 97, 98 и в 2002 годах, четыре победы на чемпионатном рекорде 210 килограммов. Но насколько он сегодня готов, загадка. Кстати, любопытно, что он записал в качестве того, на что он готов в этот раз, ни много ни мало 215 килограммов. То есть на 5 килограммов больше, чем мировой рекорд Олега Перепеченова. Вот и призадумайтесь. Георг Давтян, я думаю, что один из главных фаворитов и оппонентов Танеру Сагиру, олимпийскому чемпиону и чемпиону мира, будет начинать 165. А 160 планирует начинать Танер Сагир, олимпийский чемпион. Но до этих высот еще далеко. Ронни Оу из Германии выходит штанг весом 148. С уходом Ронни Веллера редко и Марка Хустера, который сейчас комментирует для немецкого Евроспорта эти соревнования. Немцы вообще прекратили претендовать на медали. Так вот, Рене Хох, я думаю, что один из последних, кто добивался определенных успехов. Правда, медали он получал лишь на европейском поприще. Была бронзовая медаль юниорского чемпионата Европы 1997 года. Ну, пятый был на чемпионате мира в Катаре. Тогда, кстати, кто помнит все соревнования, вполне можно сказать, что ему во многом повезло, что удалось пробиться на пятое место. У него было огромное количество нулевых оценок. И в этом шквале ошибок Рене Хох выплыл. И 148, видите, сейчас зафиксировал первым подходом. Но, знаете, уникальной стабильностью, ни одной нулевой оценки за всю его карьеру. И на одних соревнованиях, будь то Бундеслига, будь то национальные чемпионаты, юниорские и прочие. И Лас Лубиро на наших экранах второй подход 148 килограмм. Буквально повторял движение Лас Лубиро. Румынский легендарный штангист, олимпийские чемпионы Нико Влад. Олимпийский чемпион, по-моему, 1984 года. Ведь эти румыны были в Лос-Анджелесе. И там Нико Влад выиграл. Видите, вот там, на этом плане видно, он подсказывал Лас Лу Биро. Что надо делать? Лас Лу зафиксировал 148 старых подходов. Пойдет на 150, скорее всего. Видите, как написано здесь, в этом протоколе. Но еще будет время перенести. Албанец на наших экранах Эркант Керри Мэй. Которому всего лишь 18 лет. Но при этом он выступал даже на чемпионате мира 2003 года. То есть, 3 года тому назад. Тогда ему было 15. Выступал, правда, в группе, видимо, С. Заняв там 28 место. А сейчас, видите, в группе сильнейших. В 2005 году отметился на чемпионате мира. Получил нулевую оценку. Впрочем, это очень в духе выступления албанских атлетов. Не пропускал и чемпионаты Европы. В 2004 и 2005 годах. В первые шесть так ни разу и не нападал. Ну, тем временем, смотрите, Эркант Керри Мэй 150 килограммов первым подходом фиксирует. Мы видели, что албанцы прогрессируют. И этот чемпионат Европы тому подтверждение. Видели несколько в женской команде очень сильных албанских штангисток. Конечно же, этот прогресс не сравним с прогрессом армянской тяжелой атлетики. Но в Молдавии, в Албании улучшение результатов можно тоже проследить. Сергей Лагун из Белоруссии. Первая попытка. Ему тоже 18 лет, но у него немножко другая история, нежели у Эркан Керри Мэй. Его вполне закономерно ведут по международным турнирам. Вот он съездил на юниорский чемпионат Европы. В 2005 году занял там второе место. И сейчас впервые на взрослом соревновании. И, конечно же, белорусские тренеры, они больше похожи на таких учителей, наставников. Поэтому потихоньку они ни в коем случае не отправляют молодых атлетов в взрослую волатинку, выдерживая их до последнего в своем возрасте. Ну, а потом переводя уже потихоньку в соревнования взрослые. Вот Сергей Лагун впервые приехал. Видите, 150 килограммов зафиксировал первым подходом. Ласло Био. Третья попытка. Кстати, что-то вот Ара Хачатрян у нас выпал из моего рассказа. Бронзовый призер чемпионата мира 2006 года. И я думаю, что очень амбициозный 24-летний атлет. И он также вместе с Георгом Давтяном и прочими будет спорить с Тонером Сагиром за взрослую медаль. У армянских штангистов есть еще одна дополнительная поправка, что на этом чемпионате они очень и очень хорошо готовы. Ласло Био из Румынии. Третий подход. Не знаю, Ласло Био, а Ника Влад встал. Да, зафиксировали. 151 килограмм. Румын. Посмотрите, обратите внимание, вот сейчас будет замедленный повтор. Что происходит на заднем плане. Он вместе с поднятыми руками Ника Влад буквально выпадает из зала выступлений. 151 килограмм. Результат Ласло Био. Пока это не лучший результат, потому что лучший результат был показан в группе Б. Био. Ну, а тем временем Рене Охо, 152 килограмма, и силы к подходу номер два. Для Рене Хоффо уже очень хороший результат. Ну, а вот потихонечку начинают подтягиваться и главные претенденты на медали. Начинают выходить на помост те, кто в предыдущие годы, в разные годы, за эти медали спорили. Ну, например, поляк Кристоф в скраме в наших экранах. Он заказал 153 для старта, ему 22 года, он, видите, очень такой, собственно, нахальный малый в жизни. Но именно это нахальство, с одной стороны, дважды приводил его на четвертое место чемпионатов Европы в 2005-2006 годах. С другой стороны, на чемпионатах мира, Галас Лилушук, в 2005 году он получил нулевую оценку. По-моему, и на Олимпиаде. Скраме тоже получил ноль, сейчас я проверю. Да, и на Олимпиаде в Афинах. Кстати, в рывке получил ноль. Ну, сейчас, видите, от нулевой оценки он ушел уже первым подходом. Вообще, очень так ровно идут выступления, пока ни одного сбоя не было в этой весовой категории до 77. Все совершенно, все идеально. Николай Черняк. Беларусь, первая попытка, 153. Я уже говорил про Сергея Хрузуна, который один из тех, кого аккуратно пытаются провести через юниорский возраст и вывести в взрослую жизнь белорусские тренеры. Николай Черняк этот переход уже совершил. Он побеждал на юниорском чемпионате Европы в 2005-м и был уже на первом в его жизни чемпионате мира в Санто-Доминго. Был это в октябре 2006-го года, и там занял пятое место. Так что здесь, после пятого места на чемпионате мира, я думаю, что Николай Черняк, и думаю, я уверен, будет пытаться бросать вызов и одному, и другому армянскому штангисту, который есть в этой категории, и, может быть, и Танеру Сагиру. Начинает, видите, он 153, 185, потом собирается толкать. Ну, давайте второе движение пока загадывать не будем. Пока безукоризненное выступление атлетов, ни одной ошибки. И магическую отметку 13 преодолевает Рене Охо. 13-й подход в этой весовой категории. И Рене Охо фиксирует 154. Безошибочная серия продолжается. Ну что ж, ошибки выпадут на претендентов на медали? Или? Или их вообще не будет? Албанец. 18-летний Эркант Керимай. Вторая попытка. 155. Продолжение следует... 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 Ну вот и первая ошибка. Албанец сошивается на штанге весом 155. И что ж, теперь штанге весом 155 зовут Сергей Лагуна. Вот он здесь. И вновь ошибка. Заколдованный вес. Одна ошибка за другой. И что теперь снова на 155 идет Эркан Керимай. Все-таки перенесется. Я помню, что Танер Сагир 160 будет начинать. Столько же планирует начинать Араха Чатрян. Ну а чемпион Европы прошлого года по предварительной заявке определил 165 килограммов. Еще, как понимаете, через 10 после попыток Эркана Керимай. Да, 155. Прямо какая-то магия пока. После такой безошибочной серии три атлета, видите, трижды ошибаются на 155 килограммах. К этому же весу зовут Сергей Лагуна. Вот если Лагуна ошибется на 155 килограмм, на самом деле, больше никто и не захочет подходить. К этому весу все равно автоматически перейдет на более тяжелый. Итак, третья попытка. Сергей Лагун. Ну что ж, конечно же, все эти разговоры о магии. Это так, с жизнью имеет малое отношение. Просто Сергей Лагун смазал второй подход. На самом деле, это была абсолютно техническая ошибка, которую он исправил в третьей попытке. И здесь, видите, все было совершенно безукоризненно. Спиной, ногами идеально. 155 зафиксировал в рывке Сергей Лагун. Судя по этому подходу, на самом деле, мог и больше. Поэтому жаль, что лишил себя одной попытки. Кристоф Скромиак. 157. Вторая попытка. Готовность к Кристоф Скромиак оценена накануне этого турнира. 160 в рывке и 195 толкать. Кристоф Скромиак 157 фиксирует потихонечку, потихонечку, подбираясь к своим заявленным весам. В прошлом году на чемпионате Европы, где он стал четвертый, Кристоф Скромиак толкал 150... В рывке его были за 155, 158 и потом все-таки 160. Но приблизительно так же идет он и сегодня к этой же отметке 160 килограммов. Николай Черняк, вторая попытка, 158. Более опытный белорус, если сравнивать его с Сергеем Лугуном. Да, но Николай Черняк, видите, вторая попытка, в отличие от белорусской коллеги, нема. 158 фиксирует. Но, честно говоря, очень абсолютно непредсказуемый спор планируется в этой дисциплине, потому что три атлета пока еще не выходили. Они ждут. Это два армянских штангиста. Араха Чатрян, бронзовый призер чемпионата мира 2006 года. Геворг Давтян, чемпион Европы прошлого года. Ну и, конечно же, Танер Сагир, олимпийский чемпион, чемпион мира. Чемпион всего-всего-всего в этой весовой категории, когда ему разрешают выступать. Но, кстати, Танер Сагир не проиграл ни одного международного соревнования. Все, что он... Всюду, где он принимал участие, всегда выиграл. Вот такой блестящий турок действительно произвел фурор на всех специалистов, не специалистов, на зрителей, на чемпионате Европы 2004 года. За полгода до Олимпиады он впервые стал выступать среди взрослых. Ну а кроме мной обозначенных трех атлетов, видите, что Чарняк, Скрамьяк имеет по одному подходу. Итак, 159 на штанге. Ара Хачатлян выходит для первой попытки. Бронзовый призер чемпионата мира. Там Ара Хачатлян 160 в рыске и 192 затолкал. Сегодня, видите, он начинает 159. Сейчас он уже первый. Николай Черняк на втором месте. Судатом 158. Третий результат у Крышного Скрамяка. Но вот и Танер Сагир появляется. Нам еще показывают Ару Хачатляна. А здесь уже вовсю выхаживает по помосту. Титулованный лидер в этой весовой категории. Турак Танер Сагир, который родился в Болгарии, но переехал в Турцию. Естественно, юном возрасте. Тяжело, на самом деле. Скутируем 160. Резот Санто-Доминго. 166. И 195. Вот так он стал чемпионом мира. Сейчас, видите, 160 зафиксировал в рывке первого подхода. На самом деле, не просто будет Танеру Сагиру. Здесь потому, что присутствие двух армянских штангистов. И Архатриана, и Гаворга, и Давтяна. Его будет очень напрягать наверняка. Видите, Крыштоф Скрамяк, как и любой в этой весовой категории, считает своим долгом поспорить с олимпийским чемпионом. Причем, Крышто Скрамяк, выходя на 160 килограммов, сейчас с Танером Сагиром не спорит. Потому, что его собственный вес точно такой же, что у Танера Сагира. Да и потому, что Танер Сагир зафиксировал 160, а Крышто Скрамяк нет. В этом случае, когда весы знаковые. Справа преимущество имеет тот, кто первый зафиксировал этот вес. То есть, Танер Сагир. Но если бы Скрамяк справился бы с этим подходом. Итак, Николай Черняк. Третья попытка. 160. Поэтому, что идеально вес одинаковым у двух атлетов быть не может. Но вы знаете, что в тяжелоатлетике взвешивают до 10 грамм. То есть, вот, в случае Николая Черняка, сейчас его, собственно, вес 76,54. И смотрите, третья попытка Николая Черняка. 160 килограммов. Он зафиксировал только что на наших глазах. Даже любопытно посмотреть результат Черняка, образца Санто-Доминго. Где у него был пятый результат. Санто-Доминго. Черняк. 158. В рывке. Видите, сегодня 160. 158 и 190 он застолкал. То есть, если сегодня 160 уже в рывке. И у Николая Черняка появляется шанс. Но этот шанс, на самом деле, не столько зависит от Николая Черняка, сколько зависит от еще одного армянского штангиста. 163 идет Геворг Довтян. Смотрим. На 164 потом попробует Танес Айгир. И к этому же весу, к 163 килограммам, выйдет Араха Чатриан вторым подходом. Гарсков, Савет Таним. Гарсков, Угарак. Гарсков, Угарак. Для примера Георг Довтян, например, на чемпионате Европы в прошлом году. Смазал первый подход на 160. 163 вторым подходом. Также смазал на третьем. 165 зафиксировал. Потом затолкал 190 и стал чемпионом. Сегодня, видите, он четко проходит это первое пытание первой попыткой. И отвечает ему его же соотечественник Араха Чатриан. Две чемпионки Европы из Армении здесь, на этом чемпионате Европы уже есть. И смотрите, Араха Чатриан, пожалуйста, 163. Какой бурный прогресс все-таки в стане армянской сборной. По-моему, еще ни одной нулевой отсерки, при том, что все предыдущие там 10 лет каждый второй армянский штангист или штангистка обязательно заканчивали турнир с нулем. Здесь все абсолютно идеально, четко расценивая, только оценивая свои силы. Очень непросто будет Тонера Сагира. Он выходит, видите, на 164. Тонер Сагира легче Георга Довтяна, но тяжелее Араха Чатриана. Туркия, Туркия кричат. На самом деле, это совершенно такая активная, многочисленная группа поклонников Тонера Сагира. И ошибается Тонер. Помните, Тонер Сагира это тот самый турок, который с 2004 года ни разу никому не проиграл. По-моему, он вообще не проиграл никогда никому, потому что до 2004 года во взрослом соревновании участия не принимал, а все по юниорам он выиграл. Он был чемпионом Европы, чемпионом мира среди юниоров. Просто безупречен. И сейчас ему, конечно, очень жестко будут оппонировать Давтян и Хачатриан. Да уже это происходит. Уже 3 килограмма проигрывает Тонер Сагир и одному, и другому армянскому штангисту, у которых есть еще подходы в запасе. Так что вот этот поход на 164, как воздух нужен Тонеру Сагиру, чтобы потом все-таки иметь возможность спорить и с Давтяном, и с Хачатрианом. Прямо целая трибуна скандирует «Туркия, Туркия». Прямо целая трибуна ремня. Нет, не встать Не встать, к сожалению В такой ситуации Танеру Сагиро В непростую ситуацию Загоняет себя олимпийский чемпион Дважды не фиксирует он 164 килограмма И смотрим, насколько удастся Георгу Довтяну Уйти от Танера Сагира Вместе Георг Довтян заявил для ориентира Это его результат в толчке Впрочем, Танер Сагир заявил 202 с половиной Предварительная заявка Каждый раз бывает по-разному Иногда все-таки заявляют Исходя из собственных сил Иногда заявляют из предыдущих результатов Георг Довтян Вторая попытка 165 И у Довтяна проблемы Конечно, у него есть уже 3 килограмма Преимущество Танером Сагиро Но пока 3 Арахачатрян и Довтян Оба имеют по одной попытке И тот и другой пойдут на 165 Конечно же, 5 килограммов еще оставляет шанс Танеру Сагиру Бороться И во втором движении Давай, давай Курцкет палец И вот мы видим нового лидера Наше соревнование Арахачатрян Впрочем, он и раньше был на первом месте Но сейчас он первый Который справился со штангой весом 165 Есть одна единственная попытка У Георга Довтяна У чемпиона Европы прошлого года Обойти бронзового призера чемпионата мира Но это если оценивать предыдущие титлы Все-таки Этот турнир Этот год И здесь На этом соревновании Конечно же, армянские штангисты Очень крепки Георга Довтяна Дет на 166 Конечно же Ему надо Это Уйдет тяжелее По собственному весу Арахачатряна Европейский рекорд 172 килограмма в рывке На горовой 173 Принадлежащий Сергею Филимону Из Казахстана Сейчас можно встать Да, да, да Поднимается 166 килограммов Зафиксировал Георг Довтян И два армянских штангиста На первой и на второй строчках По итогам Рывка Все-таки Ару Хачатряна Довтян обыграл Пусть и на один килограмм Нам еще и еще раз Будут показывать Вот результаты Подход Георг Довтян Второе место У Ары Хачатряна И минус один килограмм От лидера И лидеру проигрывает Олимпийский чемпион Танер Сагир Шесть килограммов Шесть килограммов Нужно будет Отыгрывать Блестящему турку Потому что Танер Сагир Уверен Свои амбиции Распространяет Исключительно На золотую медаль И на первые роли Ну что ж Вот итоговая таблица По итогам Рывка И у нас 15-минутный перерыв Встречаемся Через 15 минут На этой же весовой категории Виноватие продолжатся Но штангу Надо будет Толкать Продолжение следует Соревнования в категории До 77 килограммов Продолжаются Теперь Второе упражнение Мы видим На экране Вот феноменальный На самом деле Кадр Потому что готовит Златана Ванева Того самого Златана Ванева Который Обычно должен толкать По 200 А посему выходить Гораздо позже Но почему-то Сейчас готовится Он выйти на помост На стартовый вес Всего лишь 183 Что это значит Значит ли это Что он попробует Свои силы На 183 Вы знаете Его историю Потому что Он три раза Ломал лохоти Последний раз В прошлом году И начал тренироваться Только три недели Тому назад Я это рассказывал При том что В предыдущей жизни У него были И победы На чемпионатах мира И на чемпионатах Европы Четыре Он побеждал Он побеждал На европейских Первенствах И трижды На мировых Но Но как результат В рывке В первом движении У него Существуют очень низкие результаты Потому что физиологически Он не может Правильно Выполнять Это технически Сложное Упражнение Ну а Приходится Компенсировать За счет Второго движения И Злату Ваневу До сего момента Это удавалось Вот Он даже Выигрывал Чемпионат Европы В 2002 году Именно за счет Вот Безумных сил Во втором движении Насколько сегодня Вот Готов он на те 215 Которые заявил До приезда сюда В Страсбург На самом деле Вот То что сейчас Он выходит На 183 Ответ на Тут вопрос Я думаю Что мы сейчас И получим Я думаю Что Как и Большинство Участников Болгарской сборной Златан Ванев К нынешнему Турниру Абсолютно Не готов Ну смотрите 183 Все таки Этот Представитель Одна из лучших Школ Тяжелой атлетики В мире Фиксирует После трех месяцев Тренировок После Видите Всех Швов Которые Еще не до конца Зажили у него На локте Сегодня Конечно Златан Ванев Видите Вот преодолел Этот психологический Барьер 140 килограммов В рывке Сегодня Пусть Всего лишь на Тилограмм Но Эту планку Он сдвинул В рывке до лидеров еще достаточно далеко хотя я говорил о том что здесь в этой весовой категории все-таки вообще мужских соревнованиях таких явных перекосов результатов не существует это очень и очень плотные и сейчас только-только начинается соревнования в категории до 77 185 за первым подходом толкается рене бог лидер будет начинать всего лишь 10 килограммов больше то есть 195 это максимально заявленный старт тоннер сагир пойдет 195 и егор давтян давтян по итогам рывка 1 тоннер сагир на четвертом месте даже не только ари хачатряну тоннер сагир проиграл но и проиграл николая черняку из белоруссии который стал третьим по итогам рывка сергей лагун первая попытка 185 сергей лагун помните сбил второй подход на 155 килограммов в рывке и по итогам первого движения на седьмом месте ну два к одному видите я ждал что скажут судьи все-таки один судья видимо смотрел дожим и посмотрим на этом повторе как раз вот судья который следит за левой рукой а сергей лагуна вот этим посчитал что техника была нарушена блаженной улыбки расплылся сергей лагун николай черняк сто восемьдесят пять килограммов то что николай черняк начинается с 185 числа выбивает его из претендентов на медали потому что это все таки немного вы понимаете потому что 195 будет начинать и тонер сагир и его дофтян то что николай черняк уже бронзовую медаль чемпионате европы получил в третье место в рывке видимо перекосы в сторону первого упражнения существует в активе николая черняка в рывке он чувствуется как гораздо увереннее быстро в скраме от первой попытки 186 кто-то в зале напевает помню гимна будет просто польскую песню кристоф скраме пока на пятом месте внешне насколько сложно даются атлетам вот эти первые подходы обратили внимание и николай черняку и крышто в скраме с трудом один 185 другой 186 понимаю что это стартовый вес отряд вот этих ребят и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok